Итак, здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим еще одного персонажа из настольной игры Мрачная гавань, Глум Хевен а именно Хранительницу Солнца Вот так вот выглядит ее фигурка Подождите, давайте сконцентрируем Вот так вот выглядит Вот у нее такой хвостик который выходит из-под короткого плаща Молот и небольшой щит И внешне И внешне она похожа на паладина обычного И способности у нее такие же, как у паладина У нее довольно-таки много жизни от 10 до 26 Кстати, 26 это максимальное количество жизни, которое может быть на диске для подсчета жизни И у нее одно из самых больших количеств карт 11 Больше только у жестянщика которого по корявому на русский язык локализовали как изобретатель Ой, ужас Не локализация а тихий Тихий ужас Она принадлежит к расе Валрат Валраты это полудемоны 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 полу непонятно кто И как я сказал Она больше всего похожа на классического паладина Тем более что она как раз и очень часто использует свет в комбинации со своими способностями Либо использует либо заряжает его И так Чтобы ее усилить Мы взяли следующие вещи Мы взяли одноразовое Одноцикличное Так назовем Один раз За одну перезарядку Вещь под названием Крылатые Крылатая обувь Либо Если более-менее правильно Локализовать Переводить Локализовывать То Крылатые Сандали Они Позволяют Один раз Добавить Прыжок К Движению Это действует Как я и сказал Один раз За Перезарядку Кроме Этого Мы добавили Ей Одноручный Щит Который Один раз За цикл Перезарядки Дает Щит Один Этот Щит Суммируется С другими Щитами Этого Персонажа Ну и Последняя Вещь Которая Обычно Недоступна Кроме Как Если вы Находите Ее В одном Сценарии В каком Не скажу Спойлеры Конечно Спойлеры Но не так Чтобы Чересчур Да Кстати Это Разблокируемый Персонаж Он Недоступен С самого Начала Первой Вашей Интересно Далее То А если вы Не хотите Спойлеров То не смотрите Далее Раз уж Начал То перезаписывать И начинать Заново Не буду Вот такая Вот у нас Вещица Двуручные Действуют Один раз За цикл Перезарядки Стоит Довольно Таки Дорого 50 Золотых Монет И Один За Одну Атаку Ближнего Боя Которая Направлена Против Ожившего Трупа Ожившего Духа Или Оживших Костей Хотя мне Больше чем Кости Нравится Скелет Но почему-то Кости перевели Как кости А жестянщика Перевели Как изобретателя Бред Да и только Добавьте Плюс 5 К атаке Для одной Единственной Атаки То есть Если вы Атакуете Двух скелетов Вы получите Этот бонус Только против Одного Скелета Также Давайте Рассмотрим Ее Перки Так Ну Стандартный Для большинства Персонажей Которые мы И выбрали Это Игнорировать Негативные Эффекты Сценария Тоже Довольно Стандартный Уберите 4 карты Плюс 0 И вот Интересный Перк Уже Начинается Здесь Игнорирует Негативные Эффекты Негативные Эффекты Вещей И Кроме этого Добавляет Еще 2 карты Плюс 1 Очень мощный Перк Посоветую Товарищу Который Играет за нее И у которого Кстати уже есть 2 галочки Очень коряво Поставлено Так как ставил Их я У меня Почерк Как вы видите Не ахти Посоветую Ему Использовать Этот перк И другие перки Кстати у нее Тоже довольно Интересные Добавить 2 карты 2 2 раза 4 Итого Можно добавить 4 карты По зарядке Света Свет ей Очень нужен Как мы позже Убедимся Из картоспособностей Добавить Карту Оглушение Оглушение Это всегда Хорошо Добавить Карту Лечение На плюс 1 И это Лечение Не знаю Себя Или не себя Но дойдем До этого Добавить 2 карты Плюс 1 Которую еще Можно вытянуть Еще одну карту И это уже Добавляет комбинаций И заменить Одну карту Плюс 0 На карту Плюс 2 Заменить Одну карту Минус 2 На карту Плюс 0 И 2 2 раза Убрать 4 Карты Минус 1 То есть Для нее Можно собрать Неплохую Таки Колоду У персонажа Персонажа Сейчас Не так много Золота Но это Не так Интересно Далее Давайте Рассмотрим Карты Уровня Икс И 2 Уровня Так как Мы начинаем С 3 Уровня Всеми Новыми Персонажами Так как У нас 3 Уровень Процветания И у нее Уже 14 Иди От жизни И ей Доступны Карты 2 Уровня Игрок Который Играет За нее Выбрал 2 Карты 2 Уровня Хотя С 3 Уровнем Процветания Можно Выбрать Даже 2 Карты 3 Уровня Ну Давайте Для начала Рассмотрим Карты Уровня Икс Так Атака На 3 С Добавлением Это Не Ашмлай Миление Препятствия Опять Я забыл Это слово С добавлением Сметения Да Атака На 3 С добавлением Сметения И при Использовании Элемента Тьмы К атаке Добавляется Плюс 1 Итого Это Получается 4 Кроме того Атаку Можно улучшить Итого Мы получим Если улучшим И с поглощением Элемента Тьмы Мы получим Аж 5 Атак Которые еще Дает И смятение Очень Мощная Атака Кроме того Мы получим 1 единицу Опыта И Также Мы Зарядим Свет Но Минус Состоит В том Что По-моему У Нашей Хранительницы Солнца Нет карт Которые бы Заряжали Тьму Альтернат Альтернатива Тоже Довольно Таки Хорошая Стоит Отметить Что Это Обе Многоразовые Карты Минус В том Что Очень Большая Инициатива 85 Движение На 2 Улучшаемое Благословление Тоже Улучшаемое И действует На 1 Ближайшего Союзника Здесь Мы можем Поставить Например Еще и Усиление И дадим Ближайшему Союзнику Не только Не только Благословление Но и Усиление Далее У нас идет Неплохое Нет Даже Отличное Одноразовое Лечение Которое Дает нам 1 единицу Опыта Или при поглощении Элемента Света 2 единицы Опыта И Действует На 2 Цели Без Света Действует На 1 Цель На расстоянии До 3 Лечит На 5 Плюс Еще Дает 2 Эффекта Можно добавить Например Благословление И усиление Правда Минус Карта Одноразовая Средненькая Инициатива Или Как альтернатива Дальняя атака На дистанцию 3 С улучшаемой Атакой На 2 И с Сметением Ну и Последняя карта Уровня Х Лечим На 1 Всех Абсолютно Всех Союзников А также Себя На дистанции До 4 Лечение 1 Это очень мощное Лечение Мы можем Снять 1 Негативный Эффект Ну или В крайнем случае Если у союзников Ни у одного Нет негативных Эффектов Тогда мы можем Вылечить Их на 1 Кроме того Альтернатива Которая может Дать до 3 Единиц Опыта Но После 5 раз Использование Уходит В постоянный Отбой Это В конце А В конце Ваших Следующих 5 Ходов Когда Свет Не сильный Создайте Свет То есть Получается В течение 5 ходов Мы получим Свет Это Очень хорошая Карта Для разных Комбинаций Так Теперь у нас Осталось 2 карты Второго Уровня Которые Выбрал Наш Игрок Во-первых А я забыл Сказать про Инициативу Так Тут у нас Тоже Средненькая Инициатива Да Одна Карта Х С плохой Инициативой Две Карты Х С Средненькой О Уже 10 минут Ну Тогда Значит Карты Уровня 2 И Первого И второго Уровня Мы уже Рассмотрим В отдельном Видео Благодарю За Внимание